Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о птицах. Сначала давайте рассмотрим строение тела птицы. Тело птицы состоит из головы, туловища, хвоста, двух лап и двух крыльев. Тело птицы покрыто перьями, на голове есть глаза и клюв. Тело всех птиц покрыто перьевым покровом, которого не бывает у других животных. Перья покрывают все тело птиц, за исключением лап и клюва. Перья нужны птицам для того, чтобы летать. Перья делают тело птицы обтекаемым и образуют плоскости крыльев и хвоста, что помогает птицам держаться в воздухе. Также перья защищают кожный покров птицы от повреждений и сохраняют тепло. Периодически птицы меняют. Линька – это замена изношенного оперения и изменение окраски в разное время года. Обычно птицы линяют один раз в год. Перья птиц требуют тщательного ухода, поэтому птицы ежедневно тратят около двух часов на чистку своего оперения, на купание. Ухаживают птицы за перьями при помощи клюва. Практически все виды птиц охотно купаются, стоя или приседая в мелкой воде. Они распускают и трясут перьями, стараясь равномерно смочить. Птицы с быстрым полетом, стрижи, ласточки, на лету могут окунуться в воду. Многие виды купаются в росе или воде, скопившейся на листьях и траве, а также в дождевой воде. Птиц на земле очень много, около 10 тысяч видов. Самая маленькая птица – калибри. Она весит примерно 3-7 граммов и размером около 5 сантиметров. Самая большая птица – африканский страус. Он весит от 80 до 150 килограмм и высотой почти 3 метра. Страус – это птица, которая не умеет летать, но умеет быстро бегать. Пингвин – это тоже очень большая птица, которая не умеет летать. Пингвин имеет крылья, клюв и его тело покрыто перьями. Обитает пингвин только в Антарктиде. А самая большая из птиц, которые могут летать – это андский кондор. Он весит около 11 килограмм. Размах его крыльев – более 3 метров. В природе есть птицы, которые могут летать выше облаков. А есть такие, которые не могут жить ни в лесу, ни в степи. Они живут только в пустыне или в горах. А другие – только на берегу моря. Одни птицы питаются рыбой, другие – насекомыми. Есть хищные птицы, которые поедают других зверей и птиц. А есть те, которые едят только растительную пищу, в основном ягоды и семена. Одни птицы селятся в дуплах, а другие вьют себе гнезда на земле или ветвях деревьев и кустов. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч в занимательном мире животных!